Пенсионный фонд России ликвидирует к 2023 году. Отмучился бедолага. 5 пенсионных реформ, окончательно зашедших в тупик. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Ну а я перехожу к теме видео. Новость о том, что Пенсионный фонд России к 2023 году окончательно нас покинет, мгновенно облетела все крупные СМИ. Предлагаю сейчас нам вместе разобраться, что это значит и кто теперь будет заботиться о наших пенсионерах, которых в нашей стране насчитывается чуть меньше 50 миллионов человек. Плюс, добавим к этому, факт быстрого старения населения России, то есть увеличение числа пожилых людей при существенном снижении рождаемости и демографической ямы в 90-х годах. Как планируют ликвидировать Пенсионный фонд к 2023 году? Такие планы действительно имеются. И более того, они будут рассмотрены Госдумой уже этой весной. Пенсионный фонд так сильно захотели реформировать, причем самым кардинальным образом, что совсем скоро его больше с нами вообще не будет. Вот что удалось выяснить о предстоящей реформе пенсионного ведомства. ПФР решено объединить с ФСС – Фонд социального страхования. Довольно-таки странное решение, но, как говорится, правительству видней. К тому же непонятно, какая функция будет главной – социальная забота о населении или же выплата достойного пенсионного содержания пожилых людей? Повысит ли реорганизация ведомства низкие пенсии? От переменно слагаемых сумма не меняется. Эту аксиому мы помним еще со школы. Поэтому кажется весьма маловероятным, что планируемое слияние ПФР и ФСС способно как-то повлиять на рост сегодняшних пенсий. Если их и повышают, то только лишь на уровень инфляции с небольшой прибавкой. Но официальный уровень инфляции Парастату и реальная инфляция, допустим, Парамиру, отличаются в 5-10 раз по отдельным категориям товаров. Неужели все пять пенсионных реформ зашли окончательно в тупик? Видимо, проблемный Гордеев узел наши власти решили разрубить одним ударом, окончательно избавившись от пенсионного фонда. Но пенсионеры – это живые люди, вынужденные выживать в нашем бушующем мире. Их интересует размер пенсий, а не бесконечные законотворческие инициативы. Это как ложка меда в бочке с дегтем. Надо признать, индивидуальным предпринимателям пришлось по душе озвученная идея об оплате социальных налогов в один адрес. Сейчас ИП платит налоги в 4 разных фонда – медстрахование, соцстрахование и так далее. В связи с чем вынуждены постоянно делать разные платежи. И часто путаются в расчетах и отчетах в налоговую. Уже в этом году в ряде российских регионов запускается эксперимент по уплате социальных налогов в один адрес, который, возможно, будет расширен на всю страну. Вот эту инициативу я, например, жду с большим нетерпением. На данный момент в ПФР и ФСС трудится 130 тысяч сотрудников, которых содержат на наши с вами налоги. При реорганизации этих двух ведомств будет проведено уплотнение их штатных расписаний. Так что есть, хоть и слабая, но надежда, что нашим пенсионерам достанется больше денег для выплат пенсий. Что, согласитесь, не может не радовать. Друзья, буду благодарен за ваши лайки, пересылайте это видео своим знакомым и до новых встреч в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!